Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Зайры Байчорова. Разговариваем о главном. В 2020 году впервые День воинской славы России отмечают 9 октября. В этот же день, в 1943 году, советские войска разгромили фашистских захватчиков в битве за Кавказ. О научно-исторических аспектах битвы за Кавказ и о работе музея поговорим с заместителем директора музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» города Ставрополя Михаилом Черновым. Михаил Сергеевич, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Прежде чем начать говорить непосредственно по теме, расскажите для тех, кто не знаком с музеем «Россия. Моя история», что это за проект, кем инициирован? Музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история» в городе Ставрополь у нас функционирует с 2017 года, а с сентября этого года еще и есть такой же комплекс у нас и в Пятигорске, что очень приятно. Этот проект в 2017 году стартовал по всей России. В настоящее время он объединен сетью исторических парков, объединенных в Ассоциацию исторических парков в 22 городах нашей страны действует. Инициатором этого проекта являются Патриарший совет по культуре и администрация президента. Победа в битве за Кавказ. Сегодня наша тема. Какую роль сыграл день разгрома фашистских захватчиков на ход войны? Какую роль сыграл в ходе войны и на ее результат как повлиял? Вы знаете, я думаю, что жители Северного Кавказа восприняли то событие, которое произошло 31 июля 2020 года. Именно в этот день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал изменение в 32 статью Федерального закона о днях воинской славы, дополнив его абзацам следующего содержания, что 9 октября считается днем разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 1943 года. Это очень важное, знаковое событие для Ставропольского края, я думаю, что для всех других субъектов Северокавказского федерального округа. Потому что долгое время великое сражение, великая битва, она как бы была на втором плане и уступала по своей значимости, но даже не по своей значимости, а по тому вниманию, которое незаслуженно не уделялось этой битве со стороны общественности, со стороны отчасти историков некоторых. А в большей степени как-то мы говорили о Сталинградской битве, о битве на Курской дуге, что именно эти два сражения сыграли решающую роль в так называемом коренном переломе. И под коренным переломом мы понимаем коренной перелом не только Великой Отечественной войне, но и Второй мировой. А вот с введением этой статьи в федеральный закон, я думаю, что теперь есть полное право у всех, у научного сообщества, у общественных институтов государства, говорить о том, что битва за Кавказ, она наравне со Сталинградом и Курской дугой, внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Если мы посмотрим на даты прохождения битвы за Кавказ, то по сути дела она параллельно шла, битва за Кавказ и параллельно шла битва за Сталинград. Вот это южное направление, которое Гитлер определил решающим для летней кампании 42-го года, оно в дальнейшем повлияло на ход всей Второй мировой войны. Михаил Сергеевич, я знаю, что у вас есть историческое образование, просто хотелось спросить как историка, а как вы считаете, что бы было, если бы исход был прямо противоположным, то есть победили бы фашисты? Ну, если бы победили фашисты в кампании 42-го года, то, наверное, мы с вами бы жили в другой стране, и, наверное, мир бы был совершенно другим. То есть поэтому очень значимая эта дата? Безусловно, очень значимое событие. Если мы с вами посмотрим на данные статистики, на количество участников, к концу битвы за Кавказ практически один миллион со стороны Красной Армии было бойцов и офицеров, находившиеся на службе в Северокавказском фронте. Линия фронта протянулась практически на одну тысячу километров. Глубина фронта доходила в ряде случаев тоже порядка 600 километров. Это огромное количество людей, техники, авиации. Ведь в битве за Кавказ участвовали и бойцы Черноморского фрота, Каспийская флотилия была задействована. Огромная территория, которая практически, вот сражения, которые разворачивались на Южном театре военных действий, они влекли за собой изменение полностью ситуации на фронте. Михаил Сергеевич, военные историки делят ход битвы на два периода. Какие это периоды? Если мы будем говорить в целом о битве за Кавказ, то ее хронологические рамки охватывают период с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. И вот первый этап, он характеризовался так называемым оборонительным этапом для наших войск, для Красной Армии. Он длился непосредственно с 25 июля по 31 декабря 1942 года. И второй этап с 31 декабря 1942 по 9 октября 1943 года. В чем основное значение первого этапа? Здесь нужно немножко отодвинуться назад и о предыстории. 41 год, неудачная кампания для Советского Союза. Немцы стояли на границах, по сути дела, Москвы. Несколько сот километров отделяло врага от Москвы. Так называемой операцией Блицкрика, молниеносной войны. Но силой командования, успехом, талантом и мужеством и героизмом советских солдат не удалось захватить Москву. И вот события 1942 года и ситуация на фронте. И ставка Верховного Главнокомандования под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина, они, конечно, сделали небольшой просчет. Почему? Потому что Сталин полагал, что все-таки кампания 1942 года, Гитлер ее будет продолжать на центральном направлении. Но Вермахт, и в планах Вермахта это не входило. И основной удар был нанесен на южном направлении. И вот стремительное продвижение первого этапа битвы за Кавказ в том числе обусловлено было тем, что не ожидали, что именно на южном направлении будет нанесен удар. А все силы были брошены на центр, да, получается? Наши силы оборонительные были брошены на центр, а юг некому было... Да, наши основные силы и резервы, они были сосредоточены на центральном направлении, юг был защищен в меньшей степени. Об этом свидетельствуют и данные статистики, что на начальном этапе битвы за Кавказ всеобщая численность Северокавказского фронта насчитывала 112 тысяч человек, а Гитлер обрушил почти 170 тысяч человек на Кавказ. Танков находилось в распоряжении фронта всего 120 тысяч, а командующий группой армии АА, это генерал-фейдмаршал Лист, направил почти 1200 танков на Северный Кавказ. И самолетов у нас находилось всего 130 штук, а немецкая армия бросила сюда порядка тысячи самолетов. Это тоже один из факторов, который способствовал быстрому продвижению на Кавказ. Какие планы были у Германии? Как я уже сказал, на юг было две армии брошено, и вот армия АА, это как раз-таки генерал-фейдмаршал Лист, и генерал фон Бок, который был направлен захватить непосредственно Сталинград. И у Листа была следующая идея. Он хотел основными своими, это был командующий в том числе и танковой армии, он хотел бросить силы, основные танковые, через как раз-таки Ставрополь. После того, как 27 июля был захвачен Ростов, и вот начинается движение с Ростова на Ворошиловск, на Ставрополь. Далее необходимо было двигаться к Моздоку и на Грозный выходить, и, по сути, уже с Грозного двигаться на Баку. Когда Гитлер посмотрел план Листа, он его немного скорректировал и усилил направление из... Вот после Ворошиловска Лист танковой армии двигался непосредственно на Грозный, и сюда же на Кавказ были отправлены немецкие егеря, которые должны были захватить перевалы Большого Кавказского хребта, одна группа и вторая группа должна была двигаться с Краснодара на Новороссийск и непосредственно на Таманский полуостров. И вот летняя кампания июля-августа 1942 года, она как раз-таки практически привела к тому, что немцы захватывают Эльбрус, немцы находятся на перевалах Большого Кавказского хребта, и там основные бои разворачиваются на Клухорском, Марухском, Санчарском перевале. И также основные силы немцев выходят непосредственно на Новороссийск, блокируют Анапу и Таманский полуостров. Почему это направление было основным и главным для Гитлера на момент 1942 года? Протяженность линии фронта Советского Союза была колоссальна, и резервов Западной Европы не хватало. Мы знаем, что танки, самолеты, боевые машины, которые перебрасывали пехоту, на это все необходимы ресурсы, и как раз-таки Северный Кавказ этими ресурсами обладал. Я хотела как раз спросить, какие это ресурсы? Нефть, наверное, да? Да, немецко-фашистские агрессоры, они двигались в первую очередь к грозненской, бакинской нефти. По данным статистики на 40-й год, который имеется в наших архивах, она подтверждает, что порядка 70-75% всей нефти добывалось непосредственно в грозненском и бакинских месторождениях. Кроме того, опять-таки, июль 1942 года, Ростов захвачен, Краснодар захвачен. Необходимо было и продовольствие фашистам, да? А житница традиционно, Ставропольский, Краснодарский край, лето, да, время сбора урожая, это тоже необходимо было. И третье направление, которое заставляло Гитлера двигаться сюда активными темпами, это, конечно, Черноморские базы военно-морского флота через Черное море. Кавказ получал помощь и Каспийское море, потому что в этот период основными средствами, поступающие на Кавказ по Ленд-Лизу, да, это были поставки по Каспию. Сюда поставляли тяжелые танки, сюда поставляли легкие танки, сюда поставляли продовольствие. Оно, конечно, не имело такого решающего значения для фронта, но, тем не менее, без этой помощи нашему государству было бы тоже достаточно тяжело. Но здесь надо признать, что Гитлер был гениальным стратегом, да? Выбрал южное направление и сразу убил несколько зайцев, получается. Хотел убить, но не получилось. Убил несколько зайцев, к тому же он был очень хорошо осведомлен о нефтяных ресурсах Северного Кавказа. Он специально изучал состав нефти, что можно из этой нефти получать. Но и геополитическая цель тоже преследовалась, потому что в это время Турция находилась в нейтралитете, она не вступала в войну. И Гитлер рассчитывал, что по мере того, как Кавказ будет захвачен, Турция присоединится к войне на стороне Гитлера. И, соответственно, это бы открывало дальнейший путь фашистов в Азию. Расскажите, пожалуйста, об участниках битвы, уроженцах Ставропольского края. Вы знаете, как я уже сказал, к концу завершающего этапа в битве за Кавказ принимало участие более 1 миллиона человек. 870 тысяч из них награждены орденами и медалями, в том числе медалью в битве за Кавказ. В Ставропольский край славен своими героями. В том году вышел очень интересный сборник, двухтомник, посвященный героям Советского Союза, которые были уроженцами, то есть родились в Ставропольском крае или жили непосредственно на территории Ставропольского края. Это тоже очень значительный вклад в память. И вот если мы посмотрим этот сборник, то мы увидим, что ставропольчане активно принимали участие на всех фронтах. И они отличились и в битве под Сталинградом, и в битве под Москвой. Наши земляки принимали участие в форсировании Днепра, в взятии Берлина. Вот среди участников, которые принимали непосредственное участие в битве за Кавказ, наверное, все знают, 46-й Таманский ночной бомбардировочный полк под командами Ведоки Давыдова-Бершанской, которая непосредственно защищала небо над Краснодаром и Ставропольским краем. Мы знаем с вами одного из первых героев Советского Союза, Ивана Алексеевича Бурмистрова, который стал героем Советского Союза в 1939 году, но во время Кавказской операции он командовал бригадой подводных лодок на Черноморском море. Мы знаем подвиг Андрея Васильевича Грязнова, который в боях под Краснодаром уничтожил 6 автомашин немцев, взял практически 15-16 бочек с горючим. Мы знаем подвиг, очень много наших ставропольчан прославилось в освобождении Керченского полуострова. За оборону Керчи три человека из города Ставрополя, из Ставропольского края были удостоены звания Героя Советского Союза. Ну и, конечно же, фронт, но очень много подвигов совершалось в тылу, когда на оккупированных территориях... Ведь в чем еще был просчет Гитлера? Когда он рвался на Кавказ, он думал, что ситуация на Кавказе неоднозначна, что очень много будет... что местное население будет поддерживать Гитлера, что они будут вступать в союз с немцами. Но этого не произошло. И здесь тоже просчет очень значительный Гитлера, который повлиял на ход битвы за Кавказ. Если мы с вами немножко удалились, да, не проговорили, а все-таки втором этапе битвы за Кавказ, как я уже сказал, по сути дела, к концу лета, начало сентября Гитлер стоял на границах Большого Кавказского хребта, но вот дальше двинуться ему не удалось. Знаменитая высота приют-11, когда проявили героизм 100 солдат Красной Армии, фашисты просто не ожидали, что вот они укрепились на этой высоте. Вообще это очень знаковый случай в истории, когда на высоте более 3000 километров велась, по сути дела, рукопашная война, битва такая, схватка. И стало яшно, что советские войны просто так не отдадут Кавказ. То есть природный рельеф сыграл тоже роковую роль для фашистских захватчиков, получается? Он сыграл роковую роль для фашистских захватчиков, но и злую шутку для наших войск. Почему? Потому что изначально ставка Верховного Главнокомандования была предписана директива располагаться основным силам, защищающим Большой Кавказ непосредственно не на перевалах, не на высоте, а в нижней части Кавказского хребта. Они думали, что вот эта естественная граница непреодолима. Хотя когда к августу месяцу велись бои за Марухский перевал, от ставки поступила директива, что практически такого содержания, что глупы те командиры, которые считают, что эта естественная преграда непреодолима для немцев. Что непреодолимыми для немцев будет мужество и стойкость советского солдата. Хотя, по сути дела, эта директива носила уже такой свершившийся факт. Бои велись вовсю, и после того, как перевалы практически были захвачены, отношение к защите перевалов со стороны советского командования поменялось. Михаил Сергеевич, возвращаясь к музейному комплексу «Россия. Моя история», есть ли какие-либо выставки, посвященные битве за Кавказ? Да, только не выставка, а экспозиция, потому что, если говорить музейными терминами, выставка – это что-то временное, на некоторый определенный период времени функционирует в музее, а в рамках вот этого памятного дня в экспозицию комплекса введен раздел, который так и называется «Битва за Кавказ». Он состоит из пяти тематических блоков, разделенных следующей тематикой. Это предыстория непосредственно битвы за Кавказ и того сложного пути, благодаря которому был внесен сначала законопроект в Государственную Думу Российской Федерации. Очень большую роль в том, что у нас появился этот памятный день, сыграли депутаты от Ставропольского края, они инициировали это. Это результат чаяний научного сообщества, потому что регулярно на территории Ставропольского края и Северокавказских республик проходили большие, даже международные научно-практические конференции, на которых постоянно акцентировалось внимание о значении и роли битвы за Кавказ во Вторую мировую войну. И вот об этом этот первый раздел как раз таки и говорит. Второй и третий раздел посвящены непосредственно наступательному и оборонительному периоду битвы за Кавказ. Четвертый раздел посвящен исторической памяти битвы. Мы говорим там о мемориальных памятниках, которые расположены на территории субъектов Северокавказского федерального округа. Мы говорим о литературных памятниках, мы говорим о, по сути дела, в 60-е годы значении битвы за Кавказ. Кавказ впервые был поднят на всесоюзном уровне знаменитой книгой «Тайна Марухского ледника». Мы говорим там о кинематографе. И пятый раздел этой экспозиции, он посвящен картам, где наглядно можно посмотреть, как наступали немцы, какие стратегические цели они преследовали. Вот это то, что появилось непосредственно к дате 9 октября. А еще какие-то мероприятия планируются и события приурочены к дате? Да, завтра у нас проходит прямая трансляция на YouTube-канале нашего комплекса. В 11.00 она будет освящена, как раз таки посвящена исторической памяти битвы за Кавказ. В течение этого года в экспозиционное пространство комплекса был введен раздел «Архивы рассказывают». Там мы говорим о вкладе Ставропольского края в битву за Кавказ и роли Ставрополья в Великую Отечественную войну. Экспозиция, вот выставка, которая у нас функционируется мая месяца, листая страницы памяти, это большая интерактивная выставка, она тоже затрагивает вопросы и разделы, связанные с ролью и значением битвы за Кавказ. И выставки, и экспозиции, они работают, можно прийти и посмотреть. Каким образом музей, руководство музея и сотрудники планируют популяризировать тему битвы за Кавказ среди молодого поколения, например? Опять-таки, с мая месяца комплекс реализует краевую патриотическую акцию «Наши герои» мы создаем 36 видеороликов, небольших сюжетов, посвященных событиям Великой Отечественной войны через личный подвиг. Вот как раз-таки одним из роликов этого проекта является сюжет, посвященный подвигу Николая Ивановича Сипягина. Проект объединен рубриками «Школы героев», «Улицы героев», «Подвиг героев». Вот мы идем и видим улица Булкина, или мы идем и видим улица Голенева. Почему? Вот через социальные сети мы об этом, обо всем говорим. Мы говорили в рамках празднования Черноморского флота в социальных сетях комплекса была рубрика, посвященная славной истории военно-морского флота. И там как раз-таки тоже очень много сюжетов было посвящено событиям взятия и обороны Новороссийска, обороны Анапы, боев, в целом боев на голубой линии. Через социальные сети, через ту проектную деятельность, которую мы ведем, мы всячески пытаемся распространить информацию среди молодежи, ну не только молодежи, а всех тех, кто присутствует в социальных сетях и которые готовы получать ту информацию, которая имеется. Последний вопрос задам. Каким образом можно ознакомиться с экспозицией? Платно это, бесплатно? В какой форме? Это экскурсия или индивидуальная? Да. Экспозиция открыта для посещения со вторника по воскресенье. Единственным нерабочим днем в комплексе является понедельник. Все посещение бесплатно. Вы индивидуально можете прийти в любое время, начиная с 10 часов и заканчивая с 19.30. Вход в экспозицию прекращается в 19.30. Если же вы хотите пройти с экскурсоводом, вы можете позвонить по телефону 55 12 10, это по предварительной записи, и точно так же бесплатно к вам спустится экскурсовод и проведет экскурсию по всем экспозициям, в том числе и выставкам, выставкам и экспозициям, посвященным битве за Кавказ. Михаил Сергеевич, передача подошла к концу. Спасибо большое, что подключились. Было очень интересно и познавательно. Спасибо вам. Будем ждать вас в гости. И это была программа Актуальное интервью. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова